Друзья, всем привет! В общем, мне написал подписчица Сказал, что у ней В квартире творятся какие-то странные вещи А я сейчас нахожусь в Москве На работе И у меня как бы нет с собой никакого оборудования Поэтому я обратился К охотнику на ведьм Потому что он живет в Москве И он мне откликнулся помочь И сказал, что даст свои камеры Своё оборудование Вот сейчас я с ним встречаюсь Кстати, я уже подошёл Чувачок, здорово! Здорово! Ну что там у тебя? Да я ничего Нужны камеры, чувачок На, вот рюкзак, короче, там у меня всё Все оборудование Да, благодарю Я сейчас на связь тогда Да, я погнал снимать Сейчас поеду в квартиру На другой край Москвы Давай, удачи тебе, чувак Да, там мы с тобой, может быть, потом созвонимся Я тебе отдам Давай, ладно, чувак, давай Как-то так, друзья Я погнал Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Друзья, вот я в этой квартире сейчас. Честно говоря, я не ожидал, что здесь такой бардак будет. Чтобы вы понимали, сейчас передо мной прямо валяется вешал этот рюкзак мой. Я думаю, не зря хозяйка не захотела подниматься в квартиру. Теперь понятно, почему. Видите, картина криво висит. Поехали. Офигеть. Офигеть. Здесь тоже все перевернуто. Честно говоря, мне уже как-то это не по себе, друзья. Воскресенье. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Получается балкон Туалет Ванна Туалет 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 Продолжение следует... Вот такая вот, в общем, друзья, квартира. Сейчас я, наверное, немножко здесь все поправлю, потому что иначе как я буду здесь ходить? Здесь везде бардак, буду спотыкаться, а мне это не надо. Что ж, друзья, как вы поняли, я уже нахожусь вот сейчас в квартире своей подписчицы. Эта женщина написала мне на электронную почту с просьбой, чтобы я ей помог. Она говорит, что в ее квартире творятся странные вещи, но, в общем, после 12 часов здесь происходят разные звуки, шорохи и тому подобное, и действительно двигаются предметы по ее рассказу. В общем, все как обычно. Но есть в этой истории одно но. Дело в том, что женщина решила проверить такую историю, как доска Уиджи. Для тех, кто не знает, это такая доска деревянная. На нее кладется стрелочка, и якобы с помощью этой доски можно общаться с умершими родственниками, духами и тому подобное. Девушка выбрала определенный день для этого, по-моему, полнолуние, она мне сказала. И, в общем, решил провести вот этот вот эксперимент, ритуал. Но, и вот именно после этого, в ней стали происходить странные вещи. Даже вот сейчас происходят какие-то странные вещи, что-то кряхтит, всякие звуки издаются. Вот. И она решила обратиться ко мне за помощью. В данный момент я находился в Москве. И в Москве я, как, ну, может кто-то из вас знает, а кто-то нет. В Москве я работаю, и у меня совершенно не было никакого оборудования с собой. И мне пришлось обратиться к Денису, это охотник наиведем. Вы уже все это видели в начале видео, как я забирал у него оборудование. Он решил пожертвовать мне свое оборудование для того, чтобы я снял эту квартиру. Ну, и, в принципе, вроде бы все рассказал. Что ж, меня зовут Александр Кошкин. Это проект «Сверхъестественное». Сегодня будем выяснять, что это за сущность здесь обитает, и что здесь будет происходить. Я начинаю. Итак, друзья, для начала я решил пройтись с прибором измерения электромагнитных полей. Сейчас я вырубил щиток для того, чтобы вы не думали, что он работает, допустим, на какую-то проводку или тому подобное. Потому что сейчас, допустим, в квартире все вырублено. Давайте пройдемся. Кстати, забыл поправить картину. Так-то лучше. Есть, друзья, показатели, но они не особо большие. Прибор вырубился. Прибор вырубился. Прибор вырубился. А вот в этом месте зашкаливает. Получается переход. На балкон, даже не на балкон, а получается вот это вот место. Может быть даже вот это кресло. Продолжение следует... 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 Выйти на контакт... Может быть у меня тоже получится... Ну и еще я использую диктофон... Проверю, что будет на диктофон... Где-то вот в этом шкафу... Она сказала лежит доска... Вот она... Эта доска... Ну вот, друзья, если кто не знает... Видите, написано... Да, нет... Буквы... Алфавита... Цифры... Вот якобы... Вот так эта штука кладется... Вот эта вот... Ну так называемая стрелочка... Ты задаешь вопрос... И... Получается призрак или дух... Должен... Передвигать... Вот эту вот стрелочку... И указывать тем самым... На какие-то буквы... Ну то есть... Из букв... Делать слова... Ну либо отвечать... Да... Нет... Или... Да... Как-то так... Что... Сейчас начнем... Итак, друзья... Сейчас я... Поздаю вопросы... Какому-то духу... Который здесь... Обитает в этой квартире... Может быть он что-то ответит... Мне с помощью... Вот этой самой доски... А также... По... Задаю вопросы... На диктофон... Это... Не мой диктофон... Как вы поняли... Это диктофон Дениса... Но в принципе... Особо... Разницы... Я думаю... Что не будет... Что ж... Поехали... Сначала... Попробуем задать вопросы... С помощью доски... Если в этой квартире... Обитает какой-то дух... Или призрак... Или еще какая-то сущность... Ответь мне... Скажи... Да... Или нет... Передо мной... Лежит доска... Ты сможешь... С помощью нее... Ответить... Что... Друзья... Не происходит никаких движений... Здесь кто-нибудь есть? Тишина... Ладно, друзья... Давайте попробуем диктофон... Если здесь кто-нибудь есть... Какая-то сущность... Дай мне знак... Вступи со мной в контакт... У меня есть диктофон... Ты можешь на него мне что-нибудь сказать... Здесь кто-нибудь есть? Подай мне любой знак... Давайте прослушаем... Что получилось... Если здесь кто-нибудь есть... Какая-то сущность... Какая-то сущность... Дай мне знак... Вступи со мной в контакт... У меня есть диктофон... Ты можешь на него мне что-нибудь сказать... Здесь кто-нибудь есть? Подай мне любой знак... Подай мне любой знак... Что ж, друзья... В принципе... Ничего я не услышал... Доска тоже никак ни себя не проявила... Может быть еще не подошло... То время... Когда... Проявляет себя эта сущность... Или призрак... Не знаю кто здесь обитает... Сейчас я планирую... Лечь... Возможно... Поспать... Не знаю как мне это получится... Естественно установлю камеру... Ну и... Постараюсь проснуться в определенное время... И... Проверить все еще... Ну... Все это еще раз... Ну что ж, друзья... Я ложусь... Не знаю будет что-то происходить или нет... Надеюсь... Никакой меня призрак не утащит никуда... На всякий случай я, кстати, закрыл дверь в эту комнату... Не знаю... Не знаю... Не знаю... Продолжение следует... 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 И когда я посмотрел материал И увидел, что вот эта вот фиговина Двигалась по доске Я, честно говоря, был в шоке У меня сейчас просто мурашки По всему телу бегут Но сейчас я хочу Задать вопрос Возможно Эта штуковина будет опять двигаться И я хочу собственными глазами Сейчас это увидеть Если здесь есть Есть какая-то сущность Ответь мне Ты сейчас рядом? Да или нет? Друзья, прикиньте, она двигается Офигеть У меня, честно, такое Вообще первые на моей практике У меня сейчас в его сердце, наверное, выскочит Чизофрень Очень, друзья, близко к слову Да Как тебя зовут? Друзья, я в шоке У меня просто сейчас волосы дыбом стоят От происходящего Да что за хрень-то, блядь Блядь Один Дом Он Блядь Он Он И Он 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 В общем, друзья, сейчас я, наверное, не знаю, пройдусь по квартире со свечой, но я уже не вижу смысла в этом Обычно с помощью свечи определяют, кстати, это будет не зря, потому что с помощью свечи определяют демонических сущностей Если свеча будет отдавать черным дымом, значит в этом доме есть либо какой-то портал, либо есть какая-то демоническая сущность, которая пришла через этот портал Просто других вариантов у меня больше нет, изгнанием я не занимаюсь, такими подобными вещами Даже не знаю, что в этом случае здесь делать Но я сделаю все, что смогу и сниму все до последнего, ну, до скольки смогу Постараюсь пробыть здесь до утра В общем, друзья, сейчас я решил убрать эту доску отсюда, туда, где она лежала Потому что мне как-то не по себе, когда она находится рядом Так, сейчас зажигаю свечу, пройду со свечой Сейчас проверим на черный дым Зажигаю свечу, пройду со свечой Продолжение следует... 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 Реально включился телевизор. Да что это за хрень-то такая? Бл***ь! Это какой-то дикий кошмар, друзья. Это нечисть, которая здесь живет, в этой квартире. Она реально себя очень активно проявляет. Я не удивлен, почему эта женщина решила отсюда переехать. Кошмар. В общем, друзья, просидел здесь, наверное, еще минут 10-15. Решил, что я думаю, что я достаточно снял материала про эту квартиру. И, как бы, предполагаю, что это какая-то демоническая сущность, скорее всего. Потому что слишком она активно себя ведет. Это явно не призрак. И не дымовое это по-любому. Это что-то демоническое. В принципе, все, что от меня требовалось, я выяснил и сделал. И изгонять таких сущностей я не умею и не занимаюсь этим. Вот. Поэтому до утра оставаться я здесь не буду, как изначально планировал. Просто я не думал, что здесь настолько все активно. Вот. И я не знаю, что ждать от этой сущности. Потому что, ну, всякое может быть. Вот. И не хочу рисковать с собой, как бы. И поэтому сейчас я эту квартиру покидаю. На этом, в принципе, все. Ну что ж, меня зовут Александр Кушкин. Это проект Сверхъестественное. Подписывайтесь на мой канал, те, кто еще не подписаны. Всем удачи. Всем пока.